Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ксения. Не забывайте подписаться на него, чтобы не пропускать интересные видео, влоги и не только из Америки. Мой инстаграм будет по ссылочке в описании, но я сейчас туда не очень захожу часто, но иногда вкладываю очень много интересных фотографий, особенность путешествий и чего-то такого интересного и смешного, что я здесь вижу. И это видео будет посвящено расходам за апрель месяц. Эта рубрика у меня постоянно на канале, то есть вы можете проследить, наверное, точно больше двух лет, сколько я трачу каждый месяц. Месяц март был очень крутым для меня, я потратила практически минимально, и этот месяц только начинается, и я надеюсь, что видео будет тоже недолгим, потому что надоело тратить кучу денег на непонятно что. Без долгих разговорствий хочу поприветствовать вас в видео, всем приятного просмотра! Сегодня первое число, мне пришла посылка с Амазон, два перцовых баллончика вот от этой фирмы, и подушка, точнее не подушка, а наволочка вот этой компании. Она шелковая для того, чтобы на ней спать, естественно, она очень приятна к телу, такого качества, знаете, и вот такой здесь маленький замочек, который практически не видно, видите, по этой стороне идет. И вот вы приходите по чеку, видите, заказ мне стоил 24,61, все вместе, подушка 10,19, два баллончика 16,21. По итогу на сайте Амазона потратила 25 долларов. Сегодня 5 апреля, у меня пришла посылка с Амазон, я забыла ее отменить, это автоматическая доставка. За 24 вот таких полосок для мытья полов я отдала 15 долларов. В 12 число я заходила в магазин Севес, мне там пропадала скидка, поэтому я решила зайти и взять мою постоянную очищалку, умывалку от Серови, вот так и называется, очень крутая, мне очень нравится, это моя третья баночка, и я точно не собираюсь это наложиться, только что она не перестает для меня работать. Она так довольно-таки дорогая, стоит 19 долларов, но у меня была скидочка 7,67, и получилось, что в магазине Севес я сегодня потратила 12 долларов. Сегодня 16 число, я заходила в магазин Акми, купила вот такое мороженое, Магнат, новое, Магнум, точнее, шоколадный дуэт, белый шоколад, молочный шоколад и малиновое повидло внутри. Даже вот такие дрожжи для выпечки хлеба для машинки, взяла сахар, молоко вот такое, потому что хочу петь куличек, и там по скидке был вот такой кофе, бел кайнболт, я не знаю, что такое, темные обжарки, потому что только он мне помогает не спать. Если приходите по чеку в магазине Акми, дрожжи стоили 5,99, сахар 2,19, кофе 4, вместо Вити 16 долларов, еще взяла молоко, значит, 1,39 и мороженое 5,49 Магнум, поэтому по итогу в магазине Акми сегодня я потратила 19 долларов. Также заходила в магазин Севес за вот такими красками для яиц, они как раз были по скидке, и я делала 2 транзакции, сейчас покажу, значит, за вот этот товар я дала, типа, скидки 2,70, то есть 3 доллара, и купила такую водуочищающую вентилярку от Гарниер, попробовать вот такую, у меня была для смывки водостойкого макияжа, мне нравилось, хочу пробовать что-то новенькое, надолго ее хватает, потому что я почти никогда не крашусь, поэтому мне надолго хватает, итак, и эта мицеллярка стоила 10,99 без скидки, у меня там была скидка 40%, по итогу в магазине Севес я здесь потратила 7 долларов, и до этого 3, по итогу в Севес потратила 10 долларов. Еще мне пришел заказ с Джоан Фабрикс, называется, магазин для рукоделия, заказала еще по одному мотку пряжи, у меня как раз, скорее всего, их не хватит, поэтому решила сразу заказать, и вот такую резинку обычную, здесь 5 ярдов, подпишу, сколько это в метрах, и вот, значит, одна штука, видите, синяя, одна красная, и 5 ярдов резинки. Смотрите, заказала в 3,25, ну, так я обычно и делаю себе шопинг. Если приходите по чеку, то красный моток стоил 11,99, синий моток 11,99, 5 ярдов ткани стоили 3,10, там были по скидке, и вместе со скидками и с доставками получилось, что магазин Джоан потратила 36, давайте скажем, 35 долларов. Сегодня 21 число, я заходила в магазин Акмы, взяла вот такую основу для пирога, мне нужно сделать прикольный, покажу во влоге, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его, и взяла еще 3 вот таких пончика, эти два просто с каким-то вареньем, ну, желе внутри, это просто с шоколадом наверху. Вот основа для пирога была 3,49 и 3 булочки, 2,67, мне была скидка 2 доллара, и по итогу в магазине Акмы сегодня потратила 4 доллара. Также заходила в магазин Акмы, чтобы взять вот такой вот сироп кленовый, у меня он закончился, здесь как с органическими, у меня там была скидка 4 доллара, поэтому, в принципе, мне нужно было ее использовать, и по итогу вот вместо 6,59 у меня была скидка 4 доллара, и в магазине Севес я потратила 3 доллара. Сегодня 22 число, я зачала в Магрузский магазин, я ходила на концерт комиссаренко, и там была по пути, в итоге я взяла овсяный хлопья, вот такие огромные пачку, сгущенку тоже такой большой, 600 грамм, 4 упаковки здесь кукурузных палочек, сушки, но я их, несколько товаров здесь будет на подарок, поэтому не все мне, в итоге взяла 5 штук баунти, вот такую шоколадку, и барни, если проходить по чеку в магазине Неткост, овсяные хлопья 5,99, шоколадка большая 3,49, сушки 1,89, 5 баунти по 1,39, 6,95, барни 4,59, сгущенка 7,49, кукурузные палочки 2,49, и еще 3 штуки по 2,99, 8,97, и выпечка 7,31, по итогу в магазине Неткост я сегодня потратила 49 долларов. Также взяла в магазин 1,3, там по пути была, взяла пищевую пленку, у меня она была нужна, увидела бенгальские огни, две упаковки, вот такие закладки просто клеящиеся, и вот такие штуки для того, чтобы стягивать кабели. Еще покупала шоколадку, поэтому получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 наименований, вот здесь, кажется, их 6, 7,50 все вместе, 50 процентов, ой, 50 центов это налог, и по итогу в магазине 1,3 я потратила ровно 8 долларов. Сегодня 24 число, я езжала в магазин Walmart, взяла вот такой шланг на улицу, удлинитель, так скажем, не буду использовать как удлинение, потому что первая, которая покупала, оказалась слишком коротким для меня, и купила землю. 12 штук габады, вот здесь еще. Также у меня есть 2 упаковки муки для хлеба, первая, и там еще вторая. Очищенные фисташки, смесь для печенья с рисом, скорее всего в новинках будет видео, масло растительное, нутелла, вот такая тоже в новинках видео, так вот выглядят. Мандарины органические, также для новинок какие-то печеньки в виде бургеров, медаль в меде, чипсы из креветок, традиционные японские, тоже для новинок. Три смеси для выпечки кексов, это красный вельвет, лимонный и лимонный. Также для новинок греческие вафли, стружка, хочу сделать с баунти, кокосовая. И это конверты для отправки чего-либо с небольшой пупыркой внутри, 2 штуки. 2 сыра органических, пластиковая пленка, упаковка органических яиц, лента для рукоделия вот такая, 50, ой, здесь 15 метров, томаты черри, это американская сгущенка, точнее мексиканская, мое любимое масло для жарки кокосовое, кусочки риса для печенек, 2 упаковки салями, фростинг лимонный для кексов, упаковка круассанов, точнее в упаковке 2 штуки, 2 упаковки и молоко, овсяное и миндальное. Если приходите по чеку, в Волмарте, значит молоко овсяное 3,78, миндальное 3,36, сыр 2,37, второй сыр 2,37, это тесто для круассанов 5,68, салями 4,92, 4,92, яйца 5,13, масло кокосовое для жарки 7,74, американская сгущенка 2,44, мини-посыпка риса 2,26, ростинг для кексов 1,74, томаты черри 2,66, леска такая, растянущаяся для рукоделия 1,98, масло в стиках 3,98, мандарины органические 3,50, мини-бургеры 1,98, печенье, фисташки 9,98, арахис в меде 3,48, тесто для того, чтобы делать печеньки 2,42, новинка от Нутелла 3,44, печеньки из Греции 4,23, кокосовая стружка 2,64, смесь для кексов 1,68, 1,28 и 1, чипсы из креветок 5,62, пластиковая пленка 1,97, конверты для отправки 98 центов, шланг на улицу 10,88, земля для пересадки 5,97, и две упаковки муки 5,58, по итогу в магазине Walmart я сегодня потратила 130 долларов. Также заходил в магазин TJ Maxx and Home Goods, взяла вот такие макароны попробовать, малиновые, это специальные штучки с неоценомидом для прыщиков, увидела такой интересный тушь из Кореи, щеточка очень похожа на ту тушь, которая мне очень нравится, поэтому хочу попробовать посмотреть, может быть дело все в щеточке, 3,99 стоило, и вот такую кружку увидела, она жестяная, как она правильно называется, с Хогвартсом, и сзади написано, что это собственность Хогвартс, школа Хогвартс, и она мне очень понравилась, она стоила 5,99, и вот если приходится по чеку, 5,99 это кружка, 4,99 это макароны, 3,99 это тушь, и 5,99 это штучки для прыщиков, по итогу в магазине TJ Maxx я сегодня потратила 22 доллара. Также в Nordstrom Rack я сегодня заходила, купила такую кофточку, она стопроцентный хлопок, хоть она огромного размера, но выглядит очень красивым оверсайзом, и вот моя единственная покупка, кофта стоила 17,97, по итогу в магазине Nordstrom Rack я потратила 18 долларов. Также мне пришла посылка с Алиэкспресс, точнее это одна ее часть, это называется по-английски Dead Cat, то есть пуховки на камеру, чтобы вставлять, чтобы ветер там не дул, ну-ка точнее, когда он дует, чтобы не портилось качество звука, или хотя бы не так сильно. Они есть вот такие вот, значит, квадратненькие, это на сами наклейки и пуховки, и вот такие вот небольшие кругленькие. И вот за только это я дала 9,26. Очередная ее часть, осталась еще одна. Вот такие фрезы для того, чтобы снимать гель-лак, делать маникюр, и также вот такие сережки в виде обычных замков, скажем, что это есть обычные замки, которые просто покрасили. И вот если приходить по чеку, значит сережки стоили 3,19, а фрезы, сколько здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, стоили 15,94. Постеров с Алиэкспресс, это, в общем, страница из Дели Профита, это, значит, секрет Дамблдора, когда Рита Скиттерс написала книгу о них. Вторая страница, это когда Снейпа объявили главой школы. Третья глава, это вырезка, где сторонники Волдеморта, ну, Лондон терроризировали. И последняя страница, это с розыском Беллатрисы Лестренч. И, конечно, в нее было все завернуто, и смотрите, в нее очень сильно помялись бока, и напишу, сколько в Алиэкспресс я потратила. С Амазоном мне пришла посылка, в ней были два набора по две штуки, то есть всего четыре, нитные рамки для постеров. Ставлю, во сколько мне это все вышло. Ну, это все, ведь подошло к концу, всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать интересные видео, влоги не только из Америки, у меня выходит через день, поэтому точно для тебя надо что-то интересное, и хочу всех поблагодарить за просмотр, надеюсь, вам понравилось видео, не забывайте поставить пальчик вверх, если это так, мне будет очень приятно. Всем еще раз большое спасибо за просмотр, увидимся совсем скоро, и всем пока-пока.